Во-во, пошло. Все, всем привет. С вами Найкуша и Димас. Да, тут. Отличное начало. И будет у нас матч с вами Лиги Европы. Соответственно, одна четвертая финала. Будет у нас играть Эвертон против Аталанты. Ну, что ты можешь сказать по поводу Аталанта? Ты же у нас все-таки итальянец. Ну да, достаточно хорошая игра в обороне. Да, защитников у него, наверное, бой. Хотя нет, защитников у него примерно столько же, сколько и нападающих. Нападающих у него обычно имеют очень сильный удар. С точностью, там проблема, но все игроки у него абсолютно хорошо умеют ударить. Это точно, абсолютно. О, формы разные, отлично. Слушай, смотри, а если я делаю на полный экран, у тебя происходит, это все, да? Все погасло? Ну так, да, она так, средняя лагает, нахерня, нормально. А если так сделать лучше? Так, не, не, хуже был. Хуже, хуже, да. Хотя у сейчас нормально. У сейчас нормально, да. Все, все, ну окей. Ну, мы увидим то, что, соответственно, мы были правы, там, короче говоря, у него всего два человека впереди, два, короче, нападающих, и, соответственно, видимо, все будут стоять в защите. Диего Сауза у него играет, ну, опорником, все понятно. И два фланга, фланговых еще защитника. Ну, такие, короче, эти вингеры, бегунки, короче, туда сюда. Вот, вон, видишь, да, у него Каэльха, вот, сейчас он ДМФ играет, а хотя он вообще нападающий, видишь, ДМФ. Да? Ну, я и говорю, Диего Сауза тоже такой пацан. Ну, как бы он чисто за счет ББ. Ну, ББ-шный, короче, опорник. Ну, вот у него Марин, там, у тебя фланги, что-то там. А, Марин у него на фланге, о, нифига. Ну, походу, я думаю, что, слушай, во время атаки он там, это, переключает схему, типа, в атаку уходит. Да-да-да, он... Защита обратно. Вон, видишь, он, типа, квадратик убирает, квадратик приклицовывает. Да, я вижу, да. О-о-о, пошел, да-да. Угу, так, ну, че тут у нас? Мой любимый Бойки играет и Арнаутович. Ну, а у... Арнаутович вообще чатак, жесткий чатак. Чего? Да, у него там ББ, там, 8-7, у Дарта, вообще просто... У кого? У Арнаутовича. Ну, да, он, по сути, ну, он такой в жизни, да, мажор, пацан. А у этого играет Мот-ЮДи. Мот-ЮДи, да, он такой, то есть опорник какой-то. У него там и баланс слабый, но вроде... Тимворк спонсер. Он там за счет Тимворк вот это все, менталитеты, короче, нормально катает. Я вот, я не знаю, как-то вообще говно это работает вообще или как? Вот Тимворк этот... Ну, на самом деле, это надо спрашивать более знающих людей, я как бы, хит знает. Вроде качаешь, вроде, а так вот, все равно хз. Ну, не знаю, Вадос вроде любит эти Тимворки. Ну, да, он про качество. Ой-ой-ой-ой, какой момент, Арнаутович. Ну, Ховард молодец, да. Да, ну, он, кстати, пропустил говно от Вадоса в предыдущей серии. Но в итоге вытащил нормально. Ну, что, пока Брюса отбивается, ну, увидим, то, что тактика-то работает пока что Берна. Типа, вот так, смотри, он даже потихоньку зажимает на флаг. Берна же выбивал Брюса. Это был какой-то... Да, по-моему, четвертый сезон был, они в полуфинале играли. А в Лиге Европы? Да-да-да, в полуфинале играли, по-моему. Берн у нас такой чисто за Всегота и Лиги Европы, так я понимаю. Да, то есть первый матч выиграл Берн 2-0, а во втором просто он ушел в автобус, там, Брюс пытался как-то вообще выиграть, но ничего вообще не получилось. Там 3-2, еле-еле. Ну, в смысле, он добил весь матч, но все равно ничего не получилось особо. Ну, блин, бывает такое, на самом деле, что когда даешь, короче, и ничего не получается, тебе начинает, там, не знаю, ну, ты, короче, начинаешь себя чувствовать хуже, и больше ошибок становится, и тебя могут спокойно раскатать. Да, есть. Ты знаешь, когда идешь там в атаку, а тебе фигакой на контрачах 3 мяча заколупают, такой думаешь, да, лучше бы не делать. Да-да, вот нужно научиться такой фигне, как, типа, там, останавливаться, так спокойно раскатывать, ну, при такой... Ой, Арна, какой выход, 1 на 1 с угла выходит, удары, и... Что, арна, какая? Ну, пока везет Брюсу. Да, слушай, ну, видишь, да, работает, короче говоря, полностью Берновская схема, а сейчас он выкатился за счет контрача 1 на 1, по сути, но, видишь, по-моему, Матьюди. Илья, ну, Вилли, кстати, Магиди, удары, и гол! Справедливо здесь фраза Брюса была бы, логично. Да, как раз, да, вовремя. Ну, видишь, не забиваешь, ты забивай те, соответственно, знаменитая поговорочка. Ну, тут Магиди отлично решил. Ну, конечно, да, все-таки. По скиллу команда Брюса превосходит. Хотя, ну, там, не знаю, там, на 0,5 где-то превосходит. Ну, это все-таки значительно не нравится. Ну, слушай, Илья, Телос, как бы, дают все знания. Да, вроде бы, как бы, у Аталанта читаков особо нету, хотя, ну, как читаки? Читаки без имени у Аталанта, скажем так. Ну, да. Не, ну, у него там, кстати, парочку, я вчера смотрю, парочку таких игроков, в принципе, присутствует, ну, которые могут спокойно вообще решить. Вот, у него там есть и сналь, да, короче, там, о, наш мейкер делал, ну, ты вообще такой читер, 21 год, блин, а скиллу... А, это который полузащитник такой, типа, с ударом-то еще, который, из ББ, там, у него 84, что-то такое. Да, 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 хотели бы их пофиксить. Слушай, ну, единственный косяк в том, что у него травма-цеп, понимаешь, и кто, можно просто его ломать, и он сломается, реально. Легко им, как бы, не позадрачиваешь, на самом деле. Он мне клозы вчера сломали, вообще просто... Арно, арно, арно. Уф, успевает. Истина скоро уйдет ему сколько уже, 39, по-моему. Да, ну, все, пока. Ну, не скоро, а это, а 100%. Там, кстати, еще, ну, порежет, мне нравится, порежет Ник или вот этих всяких пацанов. Да, да, да. Ну, пора. На самом деле, блин, пора бы порезать, так сказать, там, некоторых еще человек. Клоза там. Да, нет, клозу-то он играет, правда. Ну, клозу в жизни, ну, забивает, как бы, в прошлом сегодня неплохо играл достаточно. Ну, и вот тоже будут резать клозу. Клоза, на самом деле, на процедуле он особо-то не понизится. То есть, там, ну, естественно, скорость ему понизят, потому что он такой же быстрый. Да, 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 но, блин, все равно он будет решал, опоздал, открылся и ударился. Да, ну, вот у него удар головой один из лучших, хотя он... Ну, в принципе, голову-то хорошо бьет, но... Ну, да. То есть, всякие манджукича, я считаю, получше это делают. Ну, а Дуриц тот же самый, этот из, ну, ну, Басков, который катает, он же тоже круто головой играет. Да, там вообще, да. Он хоть и метр восемьдесят, там, с кепкой, ну, блин, он там круто... Ну, там, да, у всех таких испанцев, ползачинников, там у них, там, прыжок и удар просто... Ну, че тут у нас Баркли? Ой-ой-ой, опасный прострел. А вот скатить, скатить мог. Тевоз, у него там вся компания играет. Тевозы... Ну, вот видим, что Лукаку я, кстати, у Брюса почти не вижу, на самом деле. Ну, он же очень крутой вообще, Лукаку. Да. Да, Арна, Арна на ББ удар, но... У Лукаку ББ... Ой, бойки, мой малыш. Неплохо, неплохо. Ну, слушай, Берна грызается, но это, заметь, это, в принципе-то, хост Брюса, и поэтому Филин знает, может быть, попрет вперед у нас Берна. Вот, смотрим. Ну, так вообще по матчу пока средний, на самом деле, как бы, нет какого-то доминации одного или второго тренера, но видим то, что пока везет больше Бурюса. Ну, да, я 1-1 бы тогда поставил, бы счет. Ну, да. У него же как бы бесконечно незаслуженно забил, все-таки. Да. Ну, блин, видишь, тут такие игроки, что реально. Ну, не сказал бы, что Эвертон там суперкрутая команда, но я считаю, что ее выше средней, все-таки, ну, точно. Да, ну, там, ну, не знаю, там, на Инголаны всякие. Ну, на самом деле, вот так посмотреть, да, тут был неточный дар, в Англии там, по сути, без, вот, убрать Crystal Palace, убрать West Bromwich, наверное, и еще там одну максимум команду, а все остальные, по сути, посмотреть, там, блин, сильные игроки, на самом деле. Если сравнить с Евролигой, там, ну, там была бы слабая команда. Да, да, если посмотреть, то реально, там были почти все сильные команды, вообще все. То есть, чисто там, любая английская команда была бы почти сильнее всех в Евролиге. Ну, в любом случае, было бы в первой шестерке, там, или что-то такое. Да, Евролига слаба, сори. Ну, еще и кончено немного там. Поэтому, каждый год, Селтик и ЦСКА борются за Лигу Чемпионов. А Селтик, что там, у него средний, не читерный, по-моему, состав у него? Чего у него, у Селтика одна из самых слабых команд, вообще, на проекте, так, как и ЦСКА. Алло, у него единственное, что там куплено, это Медель, этот Гарри, и у него есть, короче, собака, собака у него есть, это, сейчас скажу, из Суанси, блин, как это? Гаммис, Гаммис, да. И этот, и Варгас, которого не качнул Вингер при этом. Он просто, ему было впадло, видимо, его Сливер попросил качнуть, и в итоге он не качнул. Ну, головой ничем не заканчивается. Ой-ой, Диего Сауза, удар! Пушка такая страшная, но они попадают в то, что. Как говорят, да, вот, у него они всем очень мощно бьют, но они очень неточно бьют. То есть, у них что-то курса вообще никакой. А техник нормальный, в принципе. Ну, у него там сила удара, у этого Сауза вообще жесткая. У всех. Ну, слушай, на самом деле Берн шарит, потому что, смотри, он из PSD, он купил Элкисона, Куртова, достаточно игрока. Да, он дал Саузу, соответственно. Он хорошо покупает, да? Да, на самом деле, хорошие покупки. Ну, у него полузащитники вообще нулевые. То есть, ни у кого паса даже нормального нет, то есть, чтобы выводить. Я вот не вообще смотрел его команду, ни одного нормального полузащитника. Вот у меня вся игра строится, не знаю, там, чтобы пас был хороший, чтобы, ну, на, 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 отдавать. А так. Не знаю, мне как-то его, конечно, неплохо, но не хватает чего-то пока. Так, первый тайм у нас, да, закончился? Да, в АК первый тайм, и вот такой вот у нас первый гол был. Ну, тут Тарна, конечно, вот, соответственно, момент показывает, ну, чисто вышел идеально, ну, просто не попал в город. Ну, я, по-моему, удар, кстати, хреновый. Ну, да, посмотрите. Да, у него 74 точность у него удара, наверное, выключите. Вообще, по статистике, конечно, 8-4-3-1 видно, что пока что. Да, реализуют. Кто там забил-то, вроде? А? Кто забил, этот, Магиди. А, Магиди забил, да. Ну, он там так чисто, виш, остановился и в противоход в Тарю пихнул. Что-то наподобие тип Шота, что ли? Ну, такой. Да, не, он чисто, ты знаешь, если легонечко нажимаешь, он, да, так делает. Да, да, да. Ну, не знаю, посмотрю, на самом деле, сейчас второй тайм должен быть интересный, а вторая игра вообще должна быть сказочной. Ну, вообще, на самом деле, вот смотри, у нас, я приведу, такой простой пример. У нас был такой, может, помнишь, Whitehorse на Reborn? Он играл за... Да, да, слышал так. Не знаю, зона 3-4 за Сток Сити. Так вот, у него Арна был. Короче, у него была достаточно неплохая техника удара для Reborn, да, там что-то около 76-78. Была точность удара 69 и сил удара 80. И он, знаешь, как он всегда выходил, бил во вратаря, а потом добивал постоянно, короче, ворота. У него таких моментов где-то... У них такие... Я голов когда видел, когда транслировал, где-то голов в 10, прикинь, таких чисто вот реально 1-1. То есть он выходит с угла, бьет просто во вратаря, знаешь, специально вот чуть-чуть. И потом добивает. Ну, это все, с опытом, да, то есть. Да, это чисто такой опыт. То есть... Я вот сейчас предполагаю, что Бернон такую схемку придумает, что у него будет высокий прессинг на половине Брюса. Да, видно, но это может спокойно проводиться, потому что тот же Магиди может убежать. Как... Да. Ну, у него, плюс, там и Колман есть, там и Магиди, собственно. Ну, пока Теос не заметен, на самом деле. Да. Ой, сейчас опасный момент. Мог привезти сам себе Берн. Ну, блин. А что по травмам там у Брюса, там, на пыту не травмируемый вообще? Слушай, по-моему, кстати, нифига. Да, у Тейс вообще, то есть он... Тейс, по-моему, а, точно. Тейс, Вилли, у него играет, у него единственная игра, и Лукак у него играет. Да. И этот, как там его, блин, этот испанец, как там, Галфар. Баррель у него. Не, Галф, фу, как, блин, дрочер-то этот. Ну, быстро этот малыш, как-то он... А, это Лафео, да Лафео, да Лафео, да Лафео, да Лафео. Блин, совсем забыл. Ну, вот, он что-то у него не играет, может, кстати, вот, он действительно травмирует. Но, фиг знает, может быть, просто припасен пока что. Не знаю, да, тут есть. У Брюса такая схема, что, там, 4-1-3-2, они, по-моему, не знаю, да Лафео идеально вписывается, по-моему, в эту схему. Да, мне, как-то, Лафео почти к любому вписался, потому что он такой дрочер, который может всячески сделать... Ну, разный, короче, у него есть применение, во всяком случае. Ой, сейчас опасно было. О, Бейнс у нас тут на левом фланге. Бейнс, наверное, все шикарные, конечно. Да, до Бейнса все шикарные. Ну, он вообще в жизни хороший, что тут говорить. Так, ну, че, в итоге, блин, пока у нас какая-то месива какой-то непонятная. Ой-ой, выход, удар. Кстати, сзади подталкивал. Да, перевесить вообще. Вообще, это, как бы, мне в 16-м за такой пенальти дали, когда подталкивал. Здесь, да, то есть, 5-6 тоже такая небольшая. Ну, да, есть хитрости, конечно, есть хитрости. Вот это, например, некоторые умеют эти крысиные подкаты делать, когда у тебя ни карточки, ни нарушения, ничего, а ты там еще и с травмой можешь сделать. Играл с Данцем, то вообще мне там 9 фолов сделал, только одну карточку получил. Не знаю, как только он сумел. А, ну, это есть такие, я тебе говорю. Там есть какой-то момент, когда можешь сделать, типа, подкаты, и, короче, ну, типа, псевдо в мяч играешь, ну, в ногу там, и к травмам можешь спокойно нанести, но в итоге ничего не будет. Че-то Данц, кстати, вообще слился как-то. Да, так и Лига там посильнее стала, все сразу ясно стало. Так у него команда-то хорошая. Ну, у меня, конечно, тоже не слабая, ты скажешь. Собрал ее за сколько, за 6 сезонов. Ну, да. Ну, у него там Гомес, Гомес, не знаю. Я порежу, то че он будет сделать? Он на него играет, а потом просто тараном бежит. А если там второго защитника подключаешь, то очень легко. Не, ну, я видел Данса, то, что, типа, блин, он, знаешь, если у него прет игра, то он, короче, ну, знаешь, он забил какой-нибудь быстрый гол Гомесом, все, типа, играет там, типа, считается через пасы, дальние удары, короче. Да, да, да. А если ты его начинаешь обыгрывать, или он там не забивает два выхода один на один, он начинает бомбить, он начинает тебя ломать. Ну, вот я против него играл, и, короче, в Евролиге Ивун, конечно, всегда пропирал. У него 6 ударов, там, знаешь, 5 голов, блин, вообще. Ну, там, блин, такие, там, и Нанс, и Нейдер был вообще хорошо. Ну, у него была читерная команда, просто дикая, дикая команда. Бурк еще. Там Елмас, он так-то по скиллам, типа, знаешь, у него BB82, он как реализует за счет, там, каких-то этих всяких реакций, там. А Билочек там, да, хороший, да, 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 у него звезды отличные для нападающего. Ну, реально, такой читак дикий, нападение ставишь, он делает результат тебе. Ну, чего у нас тут хусти катает, хусти? Стиль АПЛ какой-то игра, не знаю, закрытая вообще, да, лучше, наверное. Угу, борьбы много. Да, вообще, хотя, вот, навеса, да, достаточно. Не знаю, вот, у кого, урю... Ультис-левый может отлично навесить, но, уй, тут пока убивается. Так, подбор, удар, щит за удар, вообще, на сау. Вот и фнайли, как раз, читер. Да, да, да. Ну, Брюс, наверное, знает, он, наверное, его будет ломать. Хотя он, берется, он не тернило, мать игроков. Магиди, ой, пас неплохой проходит. Баркли, Баркли, кстати, вывел... Хорошо, это да, на банк. Баркли вывел Брюсу... Вот, Лукаку, да. Ну, как он здесь, вот, нужен, Лукаку. Лукаку, да, да, да. Ну, смотри-ка, кстати, уже в Брюс сейчас получше, с моментами. Лукаку отнимать мяч, дает пасек. Вилья, Вилья в этой игре бесполезен, потому что здесь нужно... У Берна вообще балансовый очень защитник, и хрен пройдешь их. То, может, надо навешивать? Не навешивать, даже, можно за счет ББ проходить даже. Тем же Лукаку у него 8-8. Ну, слушай, Вилья за счет ловкости может пройти так. Вилья, да, но... Не знаю, вот, Лукаку всегда нравилось. Тем, что он достаточно атлетичный. И в воздухе может сыграть. Вот, Вилья, что он только по низу удастся. Ну, да, естественно. Ну, там, знаешь, пройдет какой-нибудь там, ну, чисто на дурака. Но такое, блин, такого ждать, фиг знает так. Чисто наешивать то, что там как-то... Или давать по сути, то, что просто как-то он проскользнет. Ну, бывают, конечно, ошибки. Колман. Опа. Нет, неплохо. Так, что тут на Инголане не подхватывает? Ну, кстати, у Берна-то во втором тайме меньше атак, чем в первом. По сути. Да, что-то он, не знаю, прижался, что ли, к обороне? Прижался, прижался как-то. Или Брюс уже читает игру. Возможно, так удар, Ховард. Ну, тут все-таки нападающий хреново ударил, на самом деле. Да, Брюс жаловался на Ховарда, типа, тупит постоянно. Ну, да, он тупит. Гико. Ну, а что делать, слушай? Не знаю, вот FIFA 15, он-то вообще такой читак был. Просто все тащил абсолютно. Не знаю. Ну, он там на обложке, тем более, был. Да, да, по нему же вроде вратарские скиллы, то есть вратарские прыжки делали, всю анимацию, движение вратаря делали по нему. Ну, соответственно, его сделали читаком там. Ой, отбивается. Ну, ты иди, давай, бей, куда головой-то? Ну, Берн, слушай, ну, Брюс молодец, он поджал Берна реально. Возможно, за счет того, что он начал в атаку идти, он и прижал. Смотри, сейчас вот три момента. Ой, гол, да, все логично. Это Тэвэйз. Да, Тэвэйз, что ли? Раз, дары, два, да. Много не надо, что ли? 2-0, ну, это уже такая хорошая заявка на полуфинал. То есть игра такая достаточно сокрытая. Ну, да, ну, Берн, не надо сейчас хотя бы голоса, я думаю, забить, в всяком случае, чтобы упростить себя. Да. Ну, пока мы не видим, что это не получается удар дарь, а не блин. Ну, Ховард, а теперь пока хорош сегодня, даже все, даже в руки берет, даже не отбивает на голову. Ну, либо штанга один раз вас спасла, в том моменте, я думаю, что он не спас бы. Да, но там Ховард, Ардауточка, ссы. Да. Там, блин, мало вероятно, что он действительно так попадет. Ну, хотя, увидишь, не прессинговал никто. Телос, намут ЮДИ, Телос, надо забивать, Телос, Телос делает. Уоо, Лукако наноркивется с ветра, и все равно гол. Да, но Сют он забивает, да. Это Матюди или кто это? Ну, справедливо свернулось, да,دус есть. Ну, все, Берн поплыл, смотри. Лукако, по-моему, да, не забивает с метра? Берн раньше сильнее был, то есть два сезона назад, да, он... В Италии занимал хорошие достаточно. Ну может просто... А может, не знаю, может там Брюс. И тех игроков может купил. Да нет, у него примерно такой, что Стабл. Он особо-то не любит продавать кого-либо. Там сильно меняет. Ну что-то он сейчас вроде какую-то трансферную политику снял, безнежёсткую. Ну, вообще, то есть в момент в Италии, что ему вообще не везёт просто, он не может с момента реализовать. Если говорить, что я бы реализовывал, то я был бы в тройке. Удар Ховард хорош. Ну ты с Нальдой бил, да, неплохо? Ну он не уверен, что он в тройке был, честно. Да. Сейчас он в тройке не будет, при всём уважении к нему. Там да, сейчас пришли достаться. Сейчас просто, в следующем сезоне будет просто, если много тренеров не уйдут, то это просто будет, ну, я посмотрел бы. Ну там интересно будет достаточно. Это будет такое место, там за первые 7 позиций заносать не сможешь вообще. Да, даже в ЛЕ, то есть там будет пройти уже так достаточно неплохо. Да, конечно. Ну не знаю, Микс там, Азил. Микс, Азил, тот же Костиган за счёт состава и скамейки, Ты, Вяч, потом кто ещё. Да тот же Данси соберётся, но во всяком случае будет бороться за какие-нибудь там 7-8 места, правильно? Да. Принижать-то сильно не будем, 7-8 место, как бы, парни, которые нагибаются. Ну, конечно, с таким составом-то не место Ферентины. Да, да, естественно. Ну, будут уходить значительно графики. А у него, кстати, уйдёт Росси, вот, по-любому уже точно, по-моему. О, и, значит, уйдёт Росси и пофиксят этого, да? Да, и Гоми спасёт. О, ну, будет одним квадрат, значит, задрачивать, что делать. У Росси, по-моему, травма С. Ну, что у нас, первый матч закончился, со счётом 3-0 в пользу Брюса. Ну, да. В целом, чего-то повезло, но в конце реально он и заслужил то, что он пошёл в атаку. Я вот, как бы, 3-1, 3-1 более объективно было бы, мне кажется. Ну, да. Всё-таки на один гол-то вот Берн наиграл всё-таки в первом тайме. Без вопросов наиграл. Да, но по идее-то, в принципе, был Брюс гораздо, даже беспилятный. Ну, я бы не сказал, что прям он был так сильнее, просто он в конце прибавил хорошо, вот с ней, вот с ней хорошая минута, вот он последние 20 минутку провёл почти что идеально. Да, то есть, просто зажал он, свои половины. Я, считаю, ждал, что... Ну, какой же он бомж. Так, промахнулся, ну, смотрите, Матюдита забил. У меня, у меня он, да, Зидан, тоже помахнулся, блин, в двух метрах.